Соплачевный. Под угрозой срыва ремонт пяти городских улиц. Причину выясняла наш корреспондент Шарипа Сахтапова. Проехать по действующим дорогам Казаларды испытания и для машин, и для водителей. Последние не теряют оптимизма. После ремонта по дорожной карте дороги станут чистым полотном. Выделены огромные деньги. 946 миллионов тенге из республиканской казны только на средний ремонт дорог. Срок сдачи объектов 10 сентября. Но на сегодня выполнено всего 30% работ. Подрядчику корпорации Реструн ТС на средний ремонт дорог было выделено 30% от общей суммы средств. Работы начали срок, затем остановили. Мы неоднократно предупреждали подрядчика о неукоснительном выполнении условий договора. Не докатился пока дорожный каток до трех остальных пунктов областного центра. На улицах Бухарбай-Батыра, Токмагамбетва и Хорхатаата еще не скоро заблестит новенький асфальт. И в микрорайоне Шугла подрядчик обязался отремонтировать свыше одного километра автодорог. Однако здесь проложили только гравия. Длина асфальтового покрытия 7 метров. Поперечный уклон 15%. Это соответствует ПСД. Но ремонт дороги не завершен. Мы не можем говорить о сдаче объекта. С нашей стороны, именно технического отдела, мы написали несколько раз писем. И предписание написали заказчику и на имя этого другого подрядчика. Но никаких результатов не было. В любом случае от графика они отстают. Подрядчик, в отличие от специалистов, настроен позитивно. Уверяет, что все работы завершит до конца октября. Ремонтные работы на участке от улицы Абулхайрхана до Турегулова задержаны из-за капитального ремонта водопровода и канализации. Мы известили руководство города и продлили сроки договора до конца октября. Это обстоятельство указано в дополнительном соглашении. Однако, как выяснили прокуроры, доп. соглашение, на которое ссылаются подрядчики, нет и в помине. Действия дорожных строителей признаны как недобросовестное исполнение взятых обязательств. В связи с этим будет принято прокурорский мероприятие об устранении нарушения законности в адрес Ахима города. И, соответственно, будет принято исковое заявление о признании подрядчика недорусловственным потенциальным поставщиком. И будет взысканно 0,1% санкции. Остальные четыре подрядные строительные компании завершили работы в срок. От ремонтированной дороги уже представлены госкомиссии. Вот только пять улиц Казарды в этом году, возможно, так и не обретут новый облик. Из Казаринской области шейпы.